В Минске торжественную присягу принесли судьи суда Евразийского экономического союза. Это важнейшая стадия в деле осуществления правосудия, поскольку приступить к своим обязанностям судья может лишь после прохождения данной процедуры. Служители Фемиды торжественно принесли обещание честно и добросовестно исполнять свои обязанности, быть беспристрастными и объективными. На церемонии присутствовали послы Армении, Казахстана и России. С началом работы в суде поздравил председатель Совета Евразийской экономической комиссии Василий Матюшевский. Он отметил, что 1 января 2015 года наши страны сделали огромный шаг вперед, создав Евразийский экономический союз. Как любая серьезная интеграционная структура, он пока не совершенен, поэтому роль суда здесь весьма важна. Задача суда обеспечения единообразного и правильного понимания и применения государственными членами, органами союза договора о Евразийском экономическом союзе, международных договоров в рамках Евразийского союза и международных договоров союза с третьей стороной, а также решений, принимаемых Евразийской экономической комиссией. Пока иски не поступили, это связано с тем, что регламентом суда предусмотрено, что для обращения в суд, до обращения в суд, необходимо обязательно пройти определенные досудебные процедуры урегулирования спора. Эти процедуры, они предусмотрены в пределах трех месяцев. В состав суда ЕС вошли представители четырех стран Казахстана, России, Белоруссии и Армении по два судей от каждого государства участника союза. Нашу страну представляют Венера Сейтимова и Жоломбет Баишев. Последний, являющийся заместителем председателя суда ЕС, особо отмечает роль правового института в деле защиты интересов хозяйствующих субъектов. Потенциал Евразийского экономического суда Союза, он достаточно широкий и одной из важных задач, которая стоит перед судом, это обеспечение защиты экономических интересов хозяйствующих субъектов. Под хозяйствующим субъектом понимаются любые предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность, зарегистрированные даже в качестве индивидуальных предпринимателей, которые могут обратиться в суд при условии нарушения их законных прав. Продолжение следует...